Что я вчера услышала? Я услышала, что человек, который до сегодняшнего дня нас устраивал, слово «человек», оно нас почему-то не устраивает, не подходит. И все мы ищем, и ищем. А я... Не хотелось бы перебивать, но все-таки два слова хочу вставить. Я вчера объяснил, что наша Вселенная – это жизнь. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров и Верочка. Вот, замечательно. Сегодня многие, не знаю, Вера сама знает, что основной канал ее мысли уже преподнес миру. Вот. Человек, если правильно дословно брать перевод, то он означает буквально клетка. Клетка имеется в виду, вот, клетка организма. Не клетка решетки, а человек – это сел. Сел – это ячейка или клетка. Передаю слово. Это понятно, Вячеслав? Это значение этого слова. Я согласна с этим. Мы ищем, мы ищем, находим, пробуем. Но ведь слово «человек» мы его применяли до сих пор по отношению к себе, к себе, к продолжателям рода. Человек. У меня сегодня получается шуточный вопрос по расшифровке этого слова. Почему? Потому что я с детства знаю все наши сказки. Мне их читали, потом я сама их читала, потом я читала своим детям, внукам, правнукам, и, можно сказать, знаю их наизусть. И у нас есть замечательный герой в этих сказках, который называется Иван Дурак. Он вроде как бы положительный герой во всех сказках. И дети слушают наши сказки, и вообще все детишки слушают эти сказки с удовольствием, потому что там есть объект положительный, есть бесстрашный, тот, который принесет все, зачем его пошлют, и достанет отовсюду все, что можно, поймает жар-птицу и освободит царевну, и выиграет царство. Но его почему-то называют Иван Дурак, потому что было у отца три сына. Первый умный был детина, средний был и так, и сяк, а третий вовсе был дурак, несмотря на все положительное, что происходит в сказках с этим персонажем. В связи с этим я вспомнила эпизоды своей детской жизни, когда однажды со школы я шла, в первых классах, когда еще со школы я шла к папе на работу, папа меня отвозил домой. И однажды у него в помещении был человек, который очень сильно кричал на моего отца. Я встала буквально как вкопанная, наблюдаю за ними обоими, а там речь шла о каких-то законах. И этот человек постоянно подтвердил ему, что ты не по закону, ты что, не знаешь законов, вот здесь все написано, а папа говорит, не тычь мне бумагами с законами. Дурака закон не писал. Вот у меня запала эта поговорка еще с тех времен, и мне всегда казалось, что это относится к тем, которые, ну уж за рамки всех законов выходят, значит, у них не все в порядке с крышей. Оказалось, нет. А вот тут посмотрите, дурак. Это кто у нас? Иван. А Иван у нас кто? Рус. А русы у нас кто? Они хозяева. Они продолжатели этого рода. И мы это знаем. Поэтому я хотела попросить всех тех, и Дмитрия, и тебя, Вячеслава, и Светочку, и все те, которые увлекаются сейчас разборкой наших буквиц, рунниц, и всевозможных скрытых санскритов, может быть, есть какой-то способ вот это слово расшифровывать, может быть, оно что-то означает, ведь дуракам только закон не писал. А мы знаем. И не хочу опять перебивать мысли расшифровать дурак слово. Да. Ну, дуальность. Два или множество. Радуга. Ра, свет. Ду. Много полосок. Га, движение. Радуга, движение, множество цветов. Дурак. Ду. Это множество или два. Ра, это свет, а Ка, это душа. Дурак в два раза просвещенный, в два раза разумный, или вообще во много раз, поэтому он эволюционно был сильнее своих братьев, выходил из всех ситуаций, ходил туда не знаю куда, приносил то не знаю что. Дурак – это просветленная душа во множество раз. Вячеслав, так, может быть, есть смысл взять его, по крайней мере, на применение, пока мы найдем что-то более подходящее. Но это так, для смерти. А по-другому я бы предложила, конечно, всем тем, которые этим занимаются, создать какой-нибудь, вот даже на нашей площадке, Вячеслав, очень хочется, где-нибудь, ведь уже многие слова из тех, с которыми мы встречаемся, которые многочисленные переводы, которым и ты увлекся в последнее время с украинского на латынь, с латыни опять на украинский, на русский и так далее, и Светочка занимается этим, и Дмитрий занимается этим всем. Может быть, есть смысл нам задать, то есть оформить где-нибудь, ну где-нибудь, я не знаю еще как, я технически совершенно не разбираюсь, какой-нибудь, какой-нибудь блокнотик, и скидывать туда вот эти вот слова, которых мы вроде как бы уже разобрали, переделили, определили хотя бы на данный момент суть этого слова. И будем писать список расчарамотенных слов и будем туда скидывать и пользоваться, чтобы не ходить, не искать, не вспоминать потом, что на что мы перевозили. В общем, вот такое вот предложение. Ну да, систематизировать, да, с одной стороны, это, конечно, хорошо, но опять же, этим никто не будет заниматься, это не знаю, с какой вероятностью появится человек, который будет аккуратно это все вести, составлять, но тут как бы не совсем мощный аргумент, но я его все-таки озвучу. С одной стороны, система нужна и список должен где-то быть. Вот мне было желанием уже третий год написать книгу сотового мирового устройства, но она почему-то не пишется. Как я вижу книгу? Ну, написал, допустим, фортануло, издали. Прошло 50 лет, ее переиздали и внесли другие поправки. То есть, у нас, в принципе, получается все должно быть как в устной форме, как сказки нам передавали в устной форме. Вот. Потому что, ну, пройдет новое поколение и написанное переначат. Конечно, нужно, но я бы с радостью подключился бы, именно если бы человек бы, да, где-то на сайте начал бы потихоньку вести эту страничку, я бы подкидывал, бы подкидывал каждый раз слова. Включилось бы больше, человек бы, он уже через неделю, у него уже много времени уходило, потому что каждый присылал бы в помощь переводы. Передаю слово. да, Вячеслав, потому что от множества идей рождаются множество мнений, от множества мнений выбирается единственное, может быть, ну, не единственное, а несколько правильных, по которым можно уже спорить, добавлять, отправлять и все такое. Но это одно из этих. И если мне допускается еще чуть-чуть, я бы сказала бы о том, о чем говорил вчера Дмитрий, о сущностях наших, которые пытаются контролировать оккупанты. Я так понимаю, что под слово сущность Дмитрий имел в виду нашу душу, иначе что бы контролировали оккупанты? Они контролируют наш скафандр. Верочка, ты меня вдохновляешь, чтобы я тебя перевел, извини. Сущность очень правильная, термин, потому что душа, дух, воля и целый список это характеристики, которые сущность обвешиваются. Есть рядом с нами живые существа, которые тоже имеют сущность, но они не имеют душу. Поэтому тут очень важный термин все-таки сущность использования. именно сущность. Понятно. Буду продолжать я сущность. Наши сущности, наверное, те, которые в раз проходят воплощение на этой Земле, уходят в астральное поле где-то туда какое-то время, проходят очищение какое-то, зная об элементарном, что мы могли почерпнуть в последние годы из сети, будем говорить, потому что о воплощениях, о воплощениях я когда-то в своё время ничего не знала. Всё это ко мне начало приходить уже, когда был более обширный доступ информации и можно было найти именно такого рода литературу для чтения и так далее. Я что хочу сказать, что если начинать от творения от творцов нашего мира, то я так себе полагаю, что у них наверняка был план этой ячейки создан для воплощения нашей ячейки когда-то и так называемый фабер, как ты его называешь архитектор, он наверняка кроме плана раскидал и смету, которая предполагает то, где и сколько, и которая предполагает ещё сколько будет стоить и когда положить, допустим, капитальный ремонт и так далее, то есть обустраивал дом нашим. Одним словом закладывается, я так думаю, как материальные, так и энергетические ресурсы. И их по плану творца наверняка должно попросить на какой-то срок. А этот срок довольно длинный, потому что если говорить языком индусов, то это целая манвантара, так называемая, которая предполагает несчастливое число веков. А те, которые нас официровали, об этом правиле знают. И они черпают из нашей земли все эти ресурсы, не давая нам возможности продолжить даже наш вот этот жизненный путь. И наказание наверняка они себе тоже его знают, предполагают. Поэтому говоря о сущностях, которые идут на воплощение, то есть на воплощение, которые уходят с нашей земли. Мне так кажется, Вячеслав, потом поправишь меня. Мне так кажется, что они имеют каким-то образом знания или возможности регулировать воплощение, возврат этих душ на землю, которые уходят. Почему? Потому что нас предупреждают последнее время, что на земле должно быть не более 500 миллионов, да? Где-то на каких-то скрижалях пишут. В двух словах они в принципе как выяснилось написали не должно превышать. То есть на данный момент нас как бы это фантастически не звучало и есть не более 500 миллионов. А я когда-то Вячеслав прочитала у самой Блавацкой, хотя в ней я не вкладываю в нее, это тоже была будем говорить одна из помощниц системы на то время. У нее есть обширный в ее книгах по-моему в «Тайной доктрине» есть обширный список продолжительности Манбантар нашей в том числе и количество сущностей предполагаемых для круга оборота на нашей Земле. И они и она их определяет в 7 миллиардов. Это создано изначально и окончательно утвержденные для круга ворота. То есть вот это количество, как она обозначала в то время, когда я читала об этом, она писала, что для осуществления всех ступеней эволюции человечества на нашей Земле вот этого количества 7 миллиардов достаточно, оно не может никогда превысить, это вот столько было спущено на нашу Землю сущностей. А откуда берутся все остальные миллиарды, мы уже об этом здесь просто знаем. Вот что я хотела сказать про сущность, то, что я понимаю. передаю слово. Божественный промысел нам в деталях неведом. Для меня конечно в кавычках масонский фильм синяя птица является относительным ориентиром мне как-то в эфире уже два-три раза показывал стилизацию прихода сущностей в этот мир. Я думаю, что сущности они все-таки приходят по другим принципам. Вот если взять допустим население, которое было я так понимаю возможно в центральной нашем высоте 140 миллиардов, а может быть на современном так называемом континенте Азии и Африки возможно было 140 миллиардов. Вот больше как ну чувствую, что они все были сущностями. Поэтому Блаватская это бренд дюжина лысых мужиков сидели под этим ником и создавали новую реальность. Яраночка фонит, потому что Верочка микрофон не выключает, а я когда-то подсказывал. Подсказывайте мне, пожалуйста, подсказывайте, я же старенька. Стора просвещенная, да. Вот спасибо больше значит так смотрите это получается наша вообще ячейка, в которой мы живем, гигант. Расширяем, расширяем границы в своей голове, понимаем, что ну и так не хочется сейчас скатывать с границем, что за кругом антарктическим еще 140 миллиардов правильно австралийский все-таки говорить, если не больше, если не 300, не 400, потом еще один круг, но дальше мы не пойдем, но он есть, но мы его рассматривать не будем еще. то есть 100 приблизительно может поддерживать 100 миллиардов. Когда местные жители в основной своей массе даже уже преодолевшие рубеж по барихенке официоза, по инерции как по накатанному все равно в голове держат модель маленького шарика и от него пляшут. А надо всегда вспоминать, что 100 значит 100 миллиардов. Надо еще не забывать это про флору и фауну. Мне когда-то сейчас очень важно вспомнить сколько лет назад, наверное, где-то лет 12-15 назад женщина Валентина спросила это вопрос, я тоже рассказывал ей про то, что скажем сущности их гораздо больше, ну тогда использовал термин душ, а она говорит, ну не может такого быть, а где же они тогда жили, я говорю, о деревья, о растения, вот, то есть как бы это фантастически ни звучало, сущность по определенным причинам, не каждая, это уже высокоразвитая или наоборот за наказание, может жить действительно в каком-то баобабе, ну высокоразвитая в дуб вселиться по той причине, чтобы пройти этот опыт или напомнить повторение мать учения во вселенной тоже такое есть, возвращаемся к начатому и проходим для закрепления, вот, то есть сущность она может вселиться в дуб, запросто это как бы роди себя баобабом, проживешь тысячу лет пока не помрешь, это не сказки, это кто-то по наитию написал истину, вот, то есть сущности на самом деле много, поэтому парадокс этой вселенной заключается в том, что, я сейчас скажу в шуточной форме, там холодно, а скафандр это одежда и вся, весь бой идет за обладание вот этим скафандром, поэтому я много раз в эфирах раньше говорил, поздравляю вам, вы счастливые человеки, что вы еще и человеческого типа скафандра получили, это вообще-то великое счастье иметь во вселенной скафандр человеческого типа, потому что он абсолютно как вот есть такой термин широкопрофильный, есть другой, но он разносторонний есть как вот допустим в технике специалист, который в общем в разных отраслях хорошо это специализируется в многопрофильный многопрофильный да, потому что даже высшие существа они немножко в отличие от нас ограничены, ну я скажу примитивно земными мерками высшее существо светлого порядка оно не может делать уже то, что мы себе иногда можем позволить, да, ну какие-то негативные шаги, вот, то есть у нас диапазон больше, вот, поэтому сущности на самом деле превеликое множество, я когда-то в эфирах говорил, вообще, ну я тогда сказал другой формулировкой, но смысл тот же, я сказал такую фразу, местные жители не понимают, что богов во вселенной гораздо больше, чем человеков, то есть представителей человеческого типа, то есть их гораздо больше, поэтому некоторые боги праведными и неправедными путями, я не знаю, если они на стороне тьмы, они хотят заполучить скафандр человеческий хоть на миг, вот это как говорится сигаретка перед казни, да, вот, более высокие сущности, они уже исходя из других соображений могут взять скафандр человеческого типа, ну яркий пример, вот Перун, да, ну он же не мог среди облаков появиться в виде какого-то дедушки и оттуда вещать, хотя это он мог сделать, ну зачем, вот придет погибель, он облачается в скафандр человеческого типа, местные жители видят точно такого же как они, никакого отторжения, и он в этом скафандре вещает им как обстоит дело, мне это немножко напоминает, есть такая игра Ultima Online, там идейный лидер, у него такое много лет было развлечение, он любил в этой игре онлайн выходить в одном городе в замке на балкон и все игроки это собирались, но он как бы для этой игры был бог, он мог это все там в этой игре изменить, хоть сток одним нажатием кнопки ликвидировать, вот, и он тут вещал с балкона, и вроде по слухам даже курьез произошел, он всегда одевал на себя доспех, назовем условно режим бога, где никто не может его убить, он иммунитет ко всему, и один раз он вроде это забыл его одеть, а любопытствующий, хоть и знают, что он доспехи, решили, один все-таки решил это, пустить в него какую-то стрелу и убил, ну так как этот божок был непорядочный сам по себе, он этого игрока забанил аккаунт, и только сообщество игроков долгими просьбами, мол, типа, ну, погорячился и будя, разбань человека, в чем его вина, что тиги бил, доспехи забыл одеть, или специально это сделал, и в чем человек виноват, это такая виртуальная ошибка, это нечто похожее и на наш, это немножко на нашу действительность, нечто что-то околоподобное, вот, ну, пока все, спасибо, передаю слово. Вячеслав, у меня вопрос вратведь, пожалуйста, из категории допустим, если предположить, что все-таки сегодняшние, нынешние оккупанты имеют доверие нашим сущностям, которые готовятся к обращению, они каким-то образом могут тормозить именно определенные или они могли занять скафандр той сущности, которая придержана для воплощения. Благодарю. Ну, тут же оккупанты имеют разную градацию, поэтому очень трудно понять, за какой уровень идет речь. Конечно, оккупант может определенного уровня, определенного типа воплотиться, да, это, скажем так, скафандр застолбившийся, может такое быть, да, если сравнивать это с нашим виртуальным миром, то, допустим, человек создал себе персонажа и собирается окунуться в виртуальный мир, чтобы им побегать, его аккаунт взломали и кто-то другой злодей играет его персонажем, хотя человек, допустим, игру купил, оплатил обонплату, то есть все необходимое сделал, то есть он уже как бы на очередь, воплощение в виртуальный мир, и кто-то ему не дал, ну, небесная канцелярия, все сильно, но процессы, процессы не всегда очень быстро протекают по земным меркам, потому что для них спешить некуда, у них там как говорится принцип в этот раз не получилось быстро сделать, в следующий раз обязательно сделаем, то есть то, что у них в планах у небесной канцелярии, они все равно рано или поздно сделают, но только по нашим земным меркам не так быстро, поэтому если в двух словах, да, таких примеров очень много, допустим, вот представители оккупантов из-за разряда, которые нам предлагаются в индусской мифологии, очевидно, что для местной жизни они на определенный этап выбрали себе скафанд очень близкий к человеческому типу, вот, поэтому так и говорят, аватар Кришны, то есть есть где-то сущность Кришна, но он взял себе аватар человеческого типа, вот, чтобы как бы местным жителям все-таки было проще, одно дело, когда там человеческого типа аватар говорит, ну, к примеру, он говорит, я ваш царь и бог, и они видят перед собой точно такое уже, они принимают его слова, и другое дело, если бы он предстал перед ними, к примеру, в образе змея какого-нибудь девятиглавого, и говорит, я ваш царь и бог, поэтому шло отторжение, поэтому скафандр был бы выбран для, скажем так, местных жителей, чтобы не было отторжения. Вячеслав, а вот этот факт, если предположить, что имеет место, он каким-то образом определяет количество сегодняшней Беларуси, может быть, по этой причине оно так стремительно уменьшается, или мы просто еще не знаем в действительном количестве. Беларуси, конечно, уменьшают искусственно, потому что зачастую бывает, в основном бывает по-разному, даже какая-нибудь нездоровая душа, это в скафандре беларозового может преобразиться. Но это равносильно если сравнить с мерками земного типа, то живет, допустим, человек на улице в оборванной одежде, и, естественно, у него внутреннее состояние такое удручающее, и поведение, и стиль жизни. Но если его взять и помыть, одеть на него фраг и завести в какое-то общество, в театр, то он, находясь в этом скафандре, в смысле одежда, он уже внутренне преображается, то есть у него из-за этого скафандра манеры другие появляются. Не всегда, конечно, бывает и остается и в той же стызе, но зачастую это работает. Так же скафандры белорозовых как бы давлеет, доминирует порой над сущностью, то есть перековывает скажем так в определенную среду. Конечно, некоторым народам, допустим, вот чинайские чинацы тянутся за белорозовыми, отбеливают кожу, стараются определенные формы, глаз добиться там и ряд других моментов. То есть у них есть бы с чем сравнивать. Оккупанты хитро сделали такое соревнование. Они по сравнению с белорозовыми скафандрами испытывают такой дискомфорт. Но если бы чинайским чинайцам было бы предоставлено чисто отдельное сота, то про них не заморачивались, как говорится. Это наряду с нами они испытывают дискомфорт, а там они бы чувствовали себя очень хорошо. И мне незачем было куда-то гнаться и зачем-то тянуться. И у них бы не было не с чем сравнить. Яркий пример Майкл Джексон, который выбеливал свое лицо, тоже испытывал определенный комплекс. По тем сведениям, которые мы располагаем, достоверно это или нет, мы не знаем. но такой вариант доступен. Даже у Чинайских Чинай есть специальный купальник для лица. В интернете можно найти ролики, где они на лицо одевают купальник, разрез только для глаз и для рта. Они очень сильно переживают, что цвет кожи может измениться, потемнеть, чтобы он оставался белым. А мы наоборот едем на юга, чтобы превратиться в шоколадку. Но как видите на время все равно белеем. Опять же те, кто в скафандре немножко отличается от белорозовых, но вы внутри сущность человеческого типа не переживайте. Может это ваше испытание сознательно, может вы сознательно выбрали, вернее не может быть, не, но бывает и сознательно, бывает принудительно. Но в вашем случае может быть сознательно. Вы взяли этот скафандр, тут же по делам же судят, они встречают же по одежке, правильно, опровожают по уму. Поэтому уничтожают белорозовых, потому что сущности преображаются и шибко умными становятся. Поэтому для оккупантов самые идеальные способ они уже прикинули, что к чему и прекрасно понимают, что афроафриканцы и чинайские и чинайцы, ну и представители еще плюс-минус схожих народов для местного бытия будет нормально. От них никаких проблем. Проблема всегда мы. Мы всегда проблема. Мы умеем думать, мы умеем видеть, мы умеем подмечать, мы умеем анализировать. Да, среди представителей этих народов тоже есть светлые человеки. Но в процентном соотношении получается все наоборот. То есть мы все равно доминируем. Мы все равно доминируем. Вот хотелось бы немножко потроллить этого. Сейчас еще выскочит в эфир, как черт из тобой керки сага. Вот он же что-то общается точно так же как вот Стрэнджер вроде у Стрэнджера есть имя Сергея фамилия Шилов. Но после того, как я немножко облажался с этим был канал Ясинпень и просто я Суворину Жене поверил на слово. Я думал действительно у Сергея канала Ясинпень фамилия Шуваев. А потом выяснилось, что он этот сейчас скажу точно его фамилия Брин. У него фамилия Брин. Сергей Брин. Вот. И поэтому я не знаю какая настоящая фамилия у Стрэнджера. И вот Света и бьется и пытается его образ разумить объяснить за границей. То есть ему хоть кол на голове чешит. То есть ему уже наложили допустим определенный пласт информации все Тань информация не уберется. Он всегда будет как пластинка заезженная говорит. То есть Света объясняет там граница это это в голове охранник стоит и с оружием и он навязывает тебе куда идти или не идти. Он начинает сыпать официальными термиями что это разграничительная полоса она не принадлежит никакому государству нейтральная зона на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. ну может если свет не напряг она конечно может пытаться это комарик обучить это танцам с бубном и с флейтой ну теоретически но это очень титанический труд это нужны годы чтобы комара научить на скрипке полечку играть бесполезно это бесполезно не его вина он родился комаром можно ли комара винить за то что он комар он родился комаром я думаю нет вот передаю слово Вячеслав я еще вот что хотела сказать я конечно не нигде не записываю пытаюсь все держать вопрос генетики хотя я знаю что Светочка все расставляет по местам по этой теме я когда-то прочитала очень интересное эссе по поводу смешения существующих на нашей земле на сегодня разноцветной массы которая называется желтые красные цвета мрака белорозовые и тенденция на движение по крайней мере исторического нашего периода последнего можем найти информацию и возможностями написано что тенденция скрещивания так говорить мне не нравится это слово всех остальных рас то есть тенденция желание каким-то образом разбавить свои и внешние данные а может быть каким-то образом смешивания белороза оно имеет продолжительный то есть действует вот это одно смешение при появлении потомства на протяжении трёх поколений то есть у этого представителя другой другого цвета получаются дети которые в первом поколении получают отличные данные по внешнему виду и по умственному раскладу второе поколение получают вдвое меньше уже а третье поколение почти почти не отличается от основного изначального образа цветного а в случае с белорозовым в первом поколении получается около 20% признаков другого смешения во втором поколении почти не различаются эти признаки а в третьем поколении полностью очищается родовой лист то есть он принимает изначальные свои признаки именно рода и продолжает дальше то есть получается что цветная часть пользуется непродолжительно наверное мечтая об этом поручили на все впереди идущие поколения эти наши качества мы белорозовые слава создателям приобрести свои изначальные да мы на какое-то время запачкиваемся а потом имеем эту возможность вернуть себе изначальный вид и сущность то есть очищение идет не знаю насколько это правда но мне такая теория нравится потому что вот эти вот ошибочные смешения они нам не делают чести конечно но и делать ничего нельзя пока это не разрешимо передаю слово ого спасибо верочка в принципе тут я наверное и 10 минут не ограничусь так даже с чего нибудь с чего бы начать ну вначале тезисно смотрите бочка ложка меда испортит бочку меда как она уже испорчена да мы все равно привкус это чувствуем чтобы каким образом можно испорченный мед забить напрочь этот неприятный вкус я вам скажу каким миллиард бочек надо и когда будет миллиард бочек то это ложка дегтя когда вы попробуете одну ложку отчеркнете где уже перемешана эта бочка среди миллиарда бочек вы ну давайте там сто миллиардов сколько хотите миллиарды миллиардов в принципе я чтоб вы поняли этого дегтя вы не не почувствуете то есть только к чему я говорю только в том случае если запачкаются запачкаются скафандры и запачкаются их только можно очистить привлечением большого количества других сот белорозовых чистых и вот тогда тогда если допустим вот здесь живет миллион запачканных а сюда начинают это приезжать это миллиарды белорозовых только в этом случае скафандры будут очищены я как бы вот тут верочка спасибо тут подталкивают меня к новым озвучкам и может даже сенсационным сенсациям которые так в этом эфире пускай останется основному каналу незачем знать страшные тайны нашего бытия шучу значит первое самое основное я как бы расскажу что ждет эту соту через определенный промежуток времени если конечно в том случае если не прилетят сюда новые захватчики и местных жителей полностью не изничтожат то есть если эта сота будет жить тысячелетия в относительном мире под названием рабство бесконечное скрещивание это я рассказываю как происходит во вселенной в сотах оккупированных бесконечное скрещивание 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 через 200 там 300 тысяч 2000 лет приводит к тому что скафандры уже обезображены до ужаса в плане и болячек в плане и внешнего вида никакое уже как мертвому при парке никакое уже впрыскивание белорозовых не поможет это надо я же сказал это надо огромное количество белорозовых значительно больше чем местных жителей а впрыскивать допустим здесь живет миллион обезображенных и пытаться тысячу или десяти тысячам или хотя бы таким же количеством очистить скафандры ничего не выйдет ничего не выйдет вот ну и скажем так обещанная сенсация если для этого никого найдется тот кто сенсаций не посчитает значит был здесь период такой хронологический за последние 300-400 лет когда определенных белорозовых обманом сюда скажем так заманили то есть определенный флот космических кораблей был информирован на том что ячейка в оккупации нужна помощь сюда кинулась флотилия белорозовых и мышеловка закрылась то есть многие потомки вот этого флота то есть флот разбомбили так как силы превышали значительно оружие отобрали вот первое поколение детей появившихся забрали их изничтожили нужны были белорозовые но это не все это определенный пласт появления здесь белорозовых и мне надо очень важно довести мысль до конца все-таки что будет с этой ячейкой если тут не будет белорозовых скафандры будут обезображены и физические и внутренние и по всем признакам и никто интеллектуальный что закончится тем что будут притягиваться только сущности очень ну назовем нашими терминами низкочастотные это спекинных миров но потом и для них настанет та стадия что даже уже в эти скафандры не будет притягиваться сущность скажем так даже низкочастотная то есть все превратятся здесь зомби есть определенная категория оккупантов которые расценивают нас в виде в виде пищи вот мы по себе что мы можем сказать мы с удовольствием там съедим птичку индюшонка который вот он только что родился подрос его там кукурузской кормили он вырос или мы съедим который там уже старый который там скрещивался там геноинженерия и с кем только угодно имеет в своем скафандре куча всяких патогенов оккупанты в каком-то и в какой-то мере такие же как и мы они не будут есть скафандры доведенные до ужаса бесконечным скрещиванием вещь о том что белорозовые отдельно чинайские чинайцы отдельно афроафриканцы отдельно это очень важная вещь потому что это как всегда всплеск как первая рюмка водки в народе хорошо потом хереешь первая вырезанная опухоль которая мясо кандитой пропитана человеку первые секунды хорошо потом умирает точно так же и первое появление местных у местных жителей детей при когда вот первое появление когда он и она сошлись первый мощный всплеск одаренный красивый почему-то даже красивее чем белорозовый ну белорозовый мы сейчас в основной в своей мазе обезображены но и среди белорозовых все равно есть миллионы более-менее привлекательных скафандров с точки зрения вселенной правильной пропорционарной и так далее вот поэтому теория конечно хорошо что мы очистимся но я привел пример на бочке меда если уже туда капнула ложка дегтя само собой не получится надо миллиард бочек чтобы не почувствовать этой ложки дегтя бесконечное скрещивание приводит к вообще тотальной дегенерации местных жителей и внешне и внутренне и тогда таких существ сами оккупанты уничтожают а потом правдами неправдами вот как я вам пример случай трагический заманили сюда хитростью и причем заманили то вот эту шлуну которая висит чертог лисы это сказка про это летала себе вайтмара по другим ячейкам были там они в чертоге волка помогли были в чертоге зайца там вепря помогли а тут сюда им сказали и здесь тоже приезжайте тут ваши родичи гибнут родичи действительно гибли только ждали их в тысячу раз больше и прилетела не одна луна сюда их несколько прилетело некоторые нам известны названия фата да леля которые позбивали одна осталась зависла поэтому могу поздравить вас представители человеческого рода очень большая вероятность что все сотовцы получаются потомки вот этих заманенных заманенных воинов спасителей освободителей как это определяется наличием нашей развитости интеллекта а некоторые уже как бы здесь местные вот вот благодаря нашей замечательной верочки вот получился вот такой развернетише ответ передаю слово да уж лучше бы я бы не спрашивала это надо у слушателей и зрителей поинтересоваться нужно было спрашивать или нет я думаю все скажут 99% что рады что ты спросила ну понятно Вячеслав и еще с твоего позволения я хотела небольшое обратное делать к нашим чудесным собственцам которые здесь находятся и членам семьи которые являются мне бы хотелось от имени всех старых людей дедушек и бабушек в моем лице прабабушек сказать всем сегодня живущим имеющим родителям дедушек бабушек бабушек прабедушек очень далеко в последнее время то есть очень сильно увеличивается расстояние между когда-то хотя каждое каждое поколение жаловалось молодое жаловалось на предыдущие жаловались на сегодняшнее то есть конфликт поколений всегда и во все времена почему-то последнее время недалёкое 20 лет именно вот этот период прекратилось преемственно я имею в виду несмотря на то что проходили мы вот эти последние 20 лет очень тяжело очень и может быть не столько материальном плане хотя этот план у нас стал главным последним то есть именно материальное наше положение определяет все наши возможности и будучи сконцентрирован именно на этом человек отдаляется от основных своих значений каким-то образом настолько начинает крутиться вертеться в своём для того чтобы поддержать из всех соображений уже с родителями имеющих уже внуков и правду все равно каким-то образом все концентрируются на достижении материального блага потому что правда на сегодняшний день без нельзя заключается что мы привязаны но тем не менее как бы то ни проходили каждый свой отрезок жизни на пути что взрослые что молодёжь что семейное что прошлое на протяжении всего этого когда накапливается во всем человек если человек преобладает в своих своих пытается всю жизнь на протяжении всей своей жизни проявить все эти свои способности радоваться достижениям и надеяться что так было всегда потому что даже те же самые раньше говорили в песне которые доминировали в хе дети почему-то пытались продолжить то есть если музыкант папа то и сын музыканта если папа учитель дочь будет учитель если там бабушка врач то бабушка будет стараться с врачом то есть обогащали другу потому что наверняка в каждой семье основная часть крутится вокруг своих особенностей осуществления своих целей и планов и вот это вот остаток который накапливает на протяжении этой жизни приходя к такому как я иной раз чувствуешь что ты знаешь не от того что у тебя ничего кушать и нечем дышать а от того что тебя переполняет человечество всего того что накоплено и хоть кидай в то в то в то дрова чтобы оно уже сгорело и чтобы тебя не мучило потому что это энергия на протяжении всей этой жизни и эта энергия должна найти а выход приемлем и вот те окружающие всех старых людей в человеке я она должна принять эту энергию и нести ее дальше или разбавить свою чтобы быть сильнее чтобы быть сильнее в решении своих и чтобы накопить что-то для передачи уже своим детям очень трудно бывает наши сегодняшние прекрасные дети они не хотят знания не хотят они считают себя такими знающими они все время на пульте они а вот я заставила своего написать мне я говорю напиши мне письмо он говорит смс что ли я говорю не смс ты мне письмо напиши на листик конвертик положи и принеси мне я его прочитаю не понял бабушка ну я тебе и так могу сказать то что я хочу я говорю нет ты мне напиши письмо я хочу посмотреть как ты пишешь что ты в это вкладываешь ну он на меня посмотрел ну осталось наверное только пить у виска пальцем но он говорит ну ладно я тебе напишу что я хочу сказать берите мы ищем сейчас корни наших прадедов дедов корни нашего рода очень много занялись походами по архивам чтобы знать кто у него был где прадед там мать по линии матери отца не ждите этого времени не ждите все будет каким-то образом опять забыть уничтожено и у вас течкульно останется я очень сожалею что я в свое время многого чего хотела до сегодня не спросила у своих родителей бабушек и дедушек и так далее я не знаю и я сожалею об этом вы которые можете сегодня имея такие возможности такие носители запечатлеть голос запечатлеть в видеофильме запечатлеть в кноте пишите спрашивайте все что вас интересует оставляйте у себя вот эти записи чтобы потом вспомнить что это уже было это я уже слышал а вот здесь надо было сделать так а как хорошо что мама или папа или бабушка мне об этом в свое время сказали как я рада или рад у меня это сохранилось берите берите пока вам дают берите все что вы можете у нас у стариков очень много энергии на протяжении всей нашей жизни точно так же как накапливается и у вас попытайтесь ее передать по нас для продолжения нашего рода спасибо вам большое передаю слово нет к сожалению не достучимся опять наберу наглости и скажу что данная площадка это приют для всех для всех сотовцев потому что каждый сотовец столкнулся непониманием среди родных и близких знакомых поэтому это отдушина это кислородная подушка если хотите это необходимая необходимая форточка открытая свежего воздуха для выживания в наших ужасных реалиях да могли бы и без нее жить но все таки с этой форточкой со свежим воздухом намного легче дышится от одного осознания и осознание что это не 3-4 человека это тысячи человек с любого уголка лица земли и каждый из этой тысячи прекрасно понимает причем происходит зачастую так что человек только открывает рот сотовец да а другой сотовец уже прекрасно знает что другой сотовец скажет и это ему радостнее да присоединяюсь кираночки вероаплодисменты присоединяюсь вот поэтому не не сможем если бы даже пускай оккупация но наш век был бы хотя бы как минимум тысячу лет тогда возможно вода камни точит понимаете в какой-то мере должны быть рядовые родовые поместья то есть каждая семья на своей делянке там несколько соток в доме живет там и внуки и правнуки и как говорится сестры братья это серьезные хоромы такой огромнейший дом тогда в этом царстве конечно будут прорастать понимание и любовь а когда каждый выпархивает из маленькой клетушки кто на работу кто там вкруг своих друзей а там другие мнения другие мысли другие вопросы он пропитывается он возвращается домой но он грубо говоря скажем чужой мнение общества давлеет над ним нежели мнение родных и близких передаю словом все наверное так как ты говоришь и может быть поэтому и не находим понимания причем я так думаю что я не одна может быть здесь в этом возрасте на этой площадке в основном тут буквально все возрастные я смотрю все есть есть и очень молодые есть и среднего возраста есть и взрослые есть и зрелые вот я смотрю среди нас Танечка в Норвегии вроде как бы пенсионерка и кто еще у нас Света была из Гринга тоже уже вроде как бы женщина взрослая то есть и может так это те кто засветились а на самом деле больше таких человек с такими летами значительно больше передаю слово поэтому я говорю что наверняка поэтому мы не хотим всем это не только я не только может быть большинство из нас почему потому что нас коснулся вот этот вот как сказать вирус потому что вот этот вирус проснулся в нашей голове проснулся и мы находим непонимание но с этим тоже надо жить потому что понимания нет от любимых и терять их тоже не хочется мы потихонечку привыкнем ко всему этому их к нам подтягивать я вспоминаю опять же простите я все время цитирую моего отца вспоминаю как мне как меня наставлял отец перед тем как идти в школу он мне говорил я знаю что ты будешь и здесь и ты уже умеешь писать и кое-как читать и так далее ты туда пойдешь ты смотри если ты себе сделаешь друга там друга подругу которая выше тебя я на тот момент почему-то думала именно то ты пытайся подтягиваться и достичь чтобы достичь этого а если в твоих подругах или кто-то там подруга ниже тебя я опять же думала что это по росту то ты спустись на одну ступенечку чтобы быть вровень с ней и только тогда будет понимание не знаю насколько это верно но я очень часто в своей жизни поступала именно так передаю слово да я в жизни тоже в таком пустяковом моменте стараюсь если есть возможность руководствовать внутренним заложенным принципам немножко по той теме но немножко в другом ключе с маленьким человеком имеется ввиду ребенок 3-5 лет надо общаться на его уровне то есть если у меня есть возможность я обязательно присяду на уровень его глаз и буду общаться они не с высоты а именно чтобы лицо к лицу чтобы в моем видении мой собеседник не чувствовал дискомфорт и чувствовал себя как равный передаю слово «Музыка» 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 «Музыка»